я конечно буду рассказывать нас как на своих примерах но стараюсь так чтобы было для всех студентов интересно и ядром функционных систем в бизнесе на сегодня является гирпи системы так называемый но вот эта картинка вообще в бизнес-информатике принято вот эти троебучие латинские вот вот этом справа там и они вращаются вокруг то эти и вот это интернет вещей интернет как система система оптимизации проектирования и так далее вообще вот термин гирпи его вела такая есть ведущая аналитическая компания гартнер много лет назад он не строгий вот мрп мрп 2 2 были строгие термины начиналось еще мрп это планирование сколько там предприятие должно закупить материалов комплектующих чтобы не разориться на текущей производственной программе потом все ресурсы включая трудовые стали планировать потом гирпи и вот сейчас но мы в ноябре были на пафосном таком мероприятии гартнера ежегодным что сейчас гирпи остаются основой бизнеса но должны поддерживать и ключевые вообще ключи все ключевые результаты бизнеса специально не то что этом на русский перевести не могу но поскольку вы же поступали с английского языка вот специально вам привел английские тексты вот при этом что еще очень важно последний будет low-code системы то есть раньше нам когда говорили что у вас 1с ну кстати сап то же самое что за программирование на странном языке на странном языке на на специальном языке который в 10 раз повышает производительность труда разработчика прикладного решения теперь это называется low-code системы если мало кода писать то есть раньше был странный язык терят но вот система вот и еще обратить внимание на третье сверху будет что гарнер предсказать что специалисты по ерпи системам будут в большом дефиците и поэтому они ожидают за в течение двух лет роста зарплат на 60 процентов чего я вам желаю ну и на для но я как по обе стороны прилавка то есть на зарплату не жалуюсь но сотрудников не хватает наши доли на российском рынке фирмы 1с в деньгах мы даже несколько уступаем зарубежным коллегам с и пи которые будут тоже выступать перед вами но пока и но поскольку там гораздо лицензии гораздо дешевле по количеству рабочих мест который 83 процента интегрированных рабочих мест которые внедряются в россии это 1с интегрирование базовой бухгалтерии а то что вот такой комплексная автоматизация чем мы очень гордимся за счет чего такой успех ну в первую очередь там правильная архитектура платформа и приложение и ерпи документы обороты и зарплаты и бухгалтерия и сторонние написаны на языке этой платформы второе массовость около 300 тысяч инженеров каждый день зарабатывать все на жизнь тем что программирует на языке 1с очень важно а что дает такое платформенное решение первую очередь она дает гибкость а вот и гардер уже процитировал на сегодня гибкость возможность быстро изменить перед подстроиться под новый бизнес-процесс это очень важно в в информатике современной очень многие успешные владельцы основатели бизнесов начинали как на 11 программист в том числе вкусвилл известный основатель андрей кривент не бизнес должен подстраиваться под систему система должна построить под бизнес вот мы тут решили цитат прямо из его книжки мы что видели что много списываем в конце рабочего дня значит изменили программа чтобы за полдня там снижали на 50 процентов цену чтобы не было просрочки существенно повысили выручку но ведь даже списание на тросе а второе что дает такой подход вот платформенный это мастабируемость настраимость возможность быстро следовать за современными технологиями технологии модуль является изменяется быстро что такое было обычный erp система 15 лет назад только он премис пожалуйста там кто-то еще параллельно со мной разговаривает не не смешает вот это только он премис только в микрософтской среде а сейчас она на на разных операционных системах разные с убеды она должна иметь облачный вариант она должна обязательно иметь мобильные возможности а поскольку это на платформе то есть одно и то же прикладное решение вот пусть она там сделано 20 лет назад его не надо было менять но зато она сама за счет развития платформы становится более современным что очень важно что мешает быстрее развиваться мы но мы сами же почти недели мы работаем через огромную сеть партнеров и мы всегда их спрашиваем что вам мешает развиваться быстрее и посмотрите рыночная экономика мы много лет на рынке они не говорят первая проблема нехватка специалистов нехватка специалистов причем специалистов по 1с там них но нехватка вакансии на хэдхантере вдвое больше чем следующие два php и java вместе взяты но в целом для российской инфрационных технологий главная проблема нехватка специалистов в том числе мы планируем но в том числе государство в программе цифровая экономика уделяет много внимания вот я сам руковожу рабочей группой кадры для цифровой экономики один из важнейших показателей это прием на бюджетные места по информационным технологиям и посмотрите какой рост запланирован если в восемнадцатом году когда начиналось 46 тысяч бюджетных мест в 2024 году должно быть 120 тысяч кто кого мы считаем информационными технологиями тут перечислено вот девятый десятый одиннадцатый группы специальности вторая группа и вот прикладная математика информатика еще но в принципе что кто такой айтишник если сказать по простому айтишник должен уметь разрабатывать алгоритмы программы пригодны для фактического применения если в области это написано ну хорошо вот то есть при этом надо сказать что вот наши специальности они занимают у них иную но самую большую долю до то есть больше чем школьных учителей готовят айтишников больше чем медиков несмотря вот на всю последнюю ситуацию конечно увеличение бюджетных мест это непросто но вот сейчас за счет региональных в следующем году до 80 тысяч сложно будет достигнуть и дальше еще сложнее будет какие возможны варианты цифровые кафедры как аналогии с военными кафедрами чтобы день в неделю учили программировать но под публичный экзамен новым или госэкзамен или демоэкзамен провал скиллс или вендорский экзамен или еще там независимый оценка квалификации еще часто говорят ускоренная подготовка вообще честно говоря пока лавра это уже ускоренная подготовка лучше бы специалистов пять лет учили и там сокращать до трех лет неправильно но можно давать эти дисциплины математику на первом втором курсе дело в том что от айтишники они но мальчики до 3 4 курс работают все но девочки бывает что не работают мальчики работают все и лучше бы чтобы они делали не подпольно не вопреки вуза а шли сразу на стажировку то есть платно и они раньше будут пропадать если попадать официально на рынок раньше начали носить пользу но еще раз хочу сказать что россии огромное внимание проблеме уделяется на самом высоком уровне вот в июне было совещание на уровне президента россии была возможность донести свои предложения в июле была развернутая такая сессия в на полисе под руководством премьер-министр как в порядке развития и уже в августе заместитель председателя правительства дмитрий николаевич чернышенко и ему министр наш отраслевой министр информатики докладывал что вот по каким предложениям удастся сделать то есть движение достаточно большое при этом одно из направлений движения минобранауки лично министр прорабатывает вопрос расширения давайте больше специальностей будем считать инвестиционными технологиями пожалуйста давайте будем считать только чтобы они программировать умели в частности бизнес-информатика бизнес-информатика на которую поступили даже информатика да правда но вообще-то на бизнес-информатику пока поступает себе по английскому высшей школы или по обществознанию большинстве вузов но принято новый приказ минобранауки вот он зарегистрирован буквально второй половине августа что где написано что в том числе там должен разрабатывать алгоритмы и программы для практического применения ну не слово в слово но практически то же самое в принципе это изменение я считаю очень позитивным потому что цифровизация бизнеса это сейчас необходимо и она более-менее соответствует мировой практике если вот все-таки по erp системам но немецкие коллеги наверное впереди ну очень так авторитетные в мире в немецких вузах да вот вы на бизнес-информатике будете разрабатывать приложение внедрять современные технологии вот это есть что нам что желательно чтобы вы знали то есть вам программу изложили нам конечно желательно чтобы вы знали побольше с компьютер сайенс то есть программировать на универсальных языках java например программа на бизнес-ориентированных языках то что от лог под система называть там на динесили на сапе дну для индустрии да и дальше вот все разные-разные технологии нет не могу их просто и прочесть но вот вплоть до машинного обучения искусственного интеллекта и нужна математика чтобы применять например то что искусственный интеллект нужно вот современно дискретную математику знать хорошо иначе там вы его будете применять неэффективно это зачем вот такие там управление предприятиями всю жизнь управлялись ими без искусственного интеллекта без математики ну так сказать вот россия борется за место в дуинг бизнес всемирный рынок ведет всемирный банк который на штаб квартиры в вашингтоне и вот россия к нему поднялась обратите внимание очень горжусь цитаты в том числе потому что совершенствует программа динес который используется для подготовки налоговой бухгалтерской отчетности а как они совершенствуются вот например а вот сейчас информационная технология даже вот эти бухгалтерские услуги в принципе бухгалтерии совершенно не новая отрасль там ну-ка пачоли которые придуман таянский монах больше 500 лет назад же но сейчас все больше это уходит как вот цифровая экономика гаутсорсинг и повышение эффективности когда данные разных предприятий лежат в одном большом области можно на них натравить искусственный интеллект їх date они на разближе на них искусственный интеллект и дальше многие вещи может делать сам например вот бухгалтер есть такая работа кто может виделNT бухгалтер разносить по счетам и субсчета приходы расходы можно получить искусскому интеллекту сейчас разносится с 366 процент средним гуков-то разносятся стоишь и 97 процентов за счет автоматизации многих операций, существенно повышается эффективность этого труда. Дальше, собственно, основные, как бы, курсы. Нужно учиться тому, как, собственно, предприятие устроено, как его автоматизировать. Я заканчивал ВОЗ давно-давно, в 80-м году. Я по образованию осушник. Тогда не ERP назывался, а осушник, система управления. Тренированная система управления примерно было то же самое. Нас чему учили? Половина курсов была программирования. Коллеги, вот девушки, если можно, не разговаривайте параллельно со мной. Не получается. Половина курсов была как раз программирование, информационное обеспечение, как классификаторы построить, как документы проектировать, признаки слева, реквизиты основания справа. А половина курсов была, как, собственно, предприятие устроено, как планирование устроено. Там часть задач поменялась по названию, они несколько изменились. Ну, как, у нас была подсистема сбыта, теперь CRM. У нас была подсистема закупок, теперь цепочки поставок называется. Но сами задачи, они стали по-другому решаться. Техническая подготовка производства, управление ремонтами, перспективное планирование. Все осталось. Мы вот сейчас пишем, часть книг написали, часть книг пишем, что очень важно в этих книгах. В принципе, вендоры какие книжки любят писать иногда? Вот в эту колоночку запишите вот эту циферку, и будет вам счастье. Это выгодно писать такие книги, потому что привязываешь к своим программным продуктам высшее образование. А в высшем образовании обязательно, чтобы слушатели, читатели учебников понимали принцип, как это в принципе устроено, какие алгоритмы, какие заложены. И дальше можно использовать ERP, скажем, использование ERP, это автоматизация с иголочки с нуля построенной белорусско-китайской предприятий, это же завод, автосборочный завод, полная автоматизация на 1С, вплоть до управления конвейерами, управления гайковертами и до перспективного планирования. Причем у китайцев вообще-то свои ERP-системы есть, но им объяснили, что 1С лучше, вот оно использует. И для разных систем, это вот крупный завод, вот бетонный завод маленький, ну он, завод автомат, он очень маленький, там человек работает, вот справа руководитель этого предприятия, изображен продажи вот в Билайн, огромная сеть Билайн, более 8 тысяч торговых, ну там 3 тысячи торговых точек, 8 тысяч касс в единой базе, в онлайне, это не частное облако, а в тайм 99,6, оно работает, или маленький интернет-магазин, например, в любом среднем мы измеряли за счет ускорения производственных циклов, сокращения материальных запасов, улучшения обработки заказов, в среднем рост прибыли по 185 опубликованным внедрениям на 13%, это неплохо для рыночных, причем вы можете стать и внедренцами, и разработчиками, еще разработчики, систем всего несколько, основных систем несколько, отраслевых систем очень много, вот например, причем, как говорят, мясо-система внутри цеховой автоматизации, в первую очередь думают про машиностроение, ничего подобного, в мясопереработке система хорошо, хорошее управление вот этими холодильниками дает выход годных на 6-7% выше, при тех же затратах, для рыночной экономики это очень много, огромный, многих привлекает участие в больших проектах, там вот Почта России сделана автоматизация, комплексный проект госкорпорации Росатом, в Росатоме разные предприятия, некоторые на САПе, некоторые на 1С, но сверху верхнее управление построено на 1С, вот огромный холдинг холдингов Ростех управления, там что важно, очень важно достоверная информация, то есть не так хорошо, чтобы было много данных, чтобы они должны были правильны, а для этого что нужно сделать, чтобы от общей информации можно было дрилдаун, что называется, провалиться до самого, до первичного документа, до платежки, тогда меньше будет сочинений по дороге, которые аналитики там понаделали, и более точно, это дает реальную управляемость, это очень востребовано в регионах, сейчас наиболее прогрессивные регионы, начиная с Москвы, поставили облачные системы на основе облачной 1С, и там вот самое ценное, что, реальная информация, потому что вот когда, ну, когда ставилась система, Москва была первым регионом, она ставилась для чего, вот 2012 год, майские указы президента, зарплата учителя должна быть выше средней по региону, это Москва, 70 тысяч средняя зарплата, и там, ну, это министр образования, он там, давайте, говорит, сводочки, ну, там кто из школ пришлет, кто не пришлет, кто ошибется, кто специально наврет, а как они, так, хорошо, в той же 1СКВ, только единое облако, и дальше уже он сам смотрит, говорит, у вас вот это, вот это, у вас этот учитель, он работает и в этой школе, и в этой школе, еще в Дворец Пионерков теперь, в Доме творчества, работа, у меня, говорят, задача, чтобы учитель получал 70 тысяч, а не чтобы у вас там в клеточках все было одинаково написано, и дальше вот огромная система, которую мы сейчас работаем, это автоматизация учета всех ФАИУ, всех министерств российских, ну, всех, которые под правительством, то, что есть оборонное министерство, и МИД, которые под президентом, вот, что еще от того, чему вас будут учить, значит, у вас будут гуманитарные, общеобразовательные науки, то есть, конечно, важен тот менеджмент, управление персоналом, как принимать решения, маркетинг, очень важно право, и вот я согласен, хотел подтвердить мнение Евгения Петровича, очень важно, что у вас будет много практических работ, потому что на практике очень много решается, мы со своей стороны 1С, мы очень настроены работать со студентами, у нас есть центр молодых специалистов, где вот уже, ну, где-то 150, 150 студентов прошли, то есть, мы берем студента, сначала ему такой полуучебной задачи, это платная стажировка, то есть, мы ему платим, а не он нам, вот, но не меньше 20 часов в неделю должен отработать, а потом его спускают, как бы уже в отдел седьмого этажа, и он работает полноценно, больше 50 ведущих разработчиков, это те, кто прошли через центр молодых специалистов, в том числе из высшей школы экономики, но в основном, конечно, ну, с этих программистов, были очень успешными, мы рекомендуем участвовать в студенческих соревнованиях, вот наши соревнования, 1С-овские, очень массовые, и они вписаны в Олимпиаду НТИ, и для школьников, для студентов, в этом году они делали задачу, бизнес-приложение для автоматизации предприятия по производству коллокоптеров, и рпшники вообще, обычно западные, они по производству велосипедов, по производству коллокоптеров, в общем, задачу решили очень хорошо студенты, мы участвуем в WorldSkills, в прошлом году первый раз в WorldSkills по информационной технологии для бизнеса, опытная была китайская делегация, на фоне нашего обозначения, машет своим красным флагом, была в Казани, и новая компетенция, вот она, Digital Capabilities for Business, она сдвинута в сторону больше машинного обучения, искусственного интеллекта, больших данных, VR, AR, мобильные носимые устройства, это вот то, что новое, что будет. Мы активно поддерживаем, проводим Олимпиады и хакатона, ну, вот, например, Hack Moscow, это крупнейший хакатон в России, вот, по сотрудничеству с высшей школой экономики, значит, у 1С две теперь базовые кафедры, вот, традиционно на факультете бизнеса и менеджмента, и на ФКН, открылась 17 августа, вообще у нас очень сильная базовая кафедра на физтехе, технический вуз, и считается, что мы, ну, как, физтех самый сильный технический вуз в стране, ФИФТ самый модный факультет на нем, у нас базовая кафедра самая сильная на этом факультете, и опыт преподавания, вот, ну, программной инженерии, мы и на высшую школу экономики готовы принести, мы будем, как уже сказали вам, участвовать в преподавании майнера корпоративной инфекционной системы курса ЕФП-систем, и в Одинессе за сотрудничество с научно-исследовательскими университетами отвечает Никита Старичков, вот его почта стансобачк1c.ru, можете ему писать. Большое спасибо за внимание, и мы еще раз вас поздравляем с поступлением. Продолжение следует...